МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Отказ от строгой академичности в пользу свободно парящей кисти. Так описывает стиль Бакатнура Бурдизбекова. Отечественный художник представил столичной публике персональную выставку, которую посетили и наши корреспонденты. В столичном дворце школьников прошла выставка Бакатнура Бурдизбекова. Член Союза художников представил посетителям порядка 70 работ. Произведения выполнены в самых разных жанрах, но все они объединены одной темой. Творчество живописца было высоко оценено в Нью-Йорке, где автор выставлялся в 2014 году. Творчество мастера Бакатнура Бурдизбекова представляет собой нечто грациозное, изысканное и утонченное. Думаю, все посетители выставки это заметили и оценили. В целом, если говорить об его стиле, то манера письма художника насыщена лирическими и поэтическими нотками. Я думаю, что тема единства, она близка каждому. Она находится во внутреннем мире каждого из нас. Я считаю, что тему единства можно выразить не только при помощи таких художественных элементов, как треугольник или круг. Мы можем выразить единство и через портреты. Абстракционист не придерживается строгой академичности. Если внимательно приглядеться к картинам Бакатнура Бурдизбекова, можно заметить, что многие детали остаются за кадром. Тем самым автор предлагает зрителям додумать сюжет самостоятельно. Воображение – вот чем должен обладать истинный ценитель творчества столичного художника. Затронуть сердца отцов и детей сумели в столичном театре «Астана-опера». Здесь состоялся концерт «Классики и современники», где были исполнены произведения самых разных направлений. Подробности в следующем сюжете. Концертная программа под названием «Классики и современники» представила столичной публике шедевры британских и советских классиков прошлого века, а также сочинения современного казахстанского автора. Музыкальные композиции различных жанров и стилей пришлись по вкусу зрителям всех возрастов. В этот вечер на сцене «Астана-опера» выступил известный пианист Ернар Нуртазин и солист оркестра трубач Александр Усик. За дирижерским пультом находился Руслан Баймурзин. «Программа концерта связана с тем, что хотелось бы больше исполнять произведения именно композиторов 20 века, композиторов советского периода, а также, естественно, конечно же, исполнять композиторов 21 века». Для Ернара Нуртазина, выпускника австрийской магистратуры, выступление на сцене «Астана-опера» стало дебютом. Слушатели смогли насладиться концертом номер один для фортепиано и трубы с оркестром Дмитрия Шустаковича. Молодой пианист отметил, что идея концерта вынашивалась на протяжении долгого времени. Ернар Нуртазин и Руслан Баймурзин обучались в одном университете. Помимо «Альмаматор» их объединяет многолетняя дружба. Однако классики и современники стали первым совместным проектом молодых талантов. «Впечатления от театра самые радушные. И акустический этот зал, он действительно хорош, очень приятно в этом зале играть. Я очень рад тому, что я как бы нахожусь на начале этого зала, потому что, допустим, через лет сто, если, дай бог, этот театр будет находиться, и здесь будет аура совсем другая». Столь разнообразная музыкальная программа оказалась очень легкой для восприятия. Музыкантам удалось обеспечить своих слушателей радужным настроением. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok